В областном правительстве на очередном заседании по противодействию коррупции в ЕАО обсудили вопросы, связанные с предоставлением чиновниками сведений о своих доходах, расходах и имуществе. Начальник управления по противодействию коррупции Ирина Шашлова сообщила, что по результатам анализа декларации нарушения выявлены, но незначительные. Так, к одному госслужащему применили дисциплинарное взыскание в виде замечания. Еще пятерых предупредили о недопущении нарушений в будущем. Затронули на заседании и вопросы проявления признаков коррупции в сфере ЖКХ. По словам начальника областной жилинспекции Елены Попович, ежегодно к ним поступает около тысячи жалоб от граждан. Все обращения рассматриваются. Так удалось выяснить, что некоторые управляющие компании в ЕАО устанавливали размер платы за электроэнергию на общедомовые нужды не по установленному нормативу, а иным способам, не предусмотренным законом. В результате наших требований в 2021 году по 46 многоквартирным домам были сделаны перерасчеты и были восстановлены права граждан в отношении лицевых счетов более полторы тысячи. И в 2022 году мы тоже выявляли такие факты. И жители 31 многоквартирного дома их права были восстановлены. Также стало известно, что в погоне за прибылью некоторые управляющие компании, переманивая к себе жильцов многоквартирных домов, допускали нарушения в протоколах собраний собственников. А в некоторых случаях и вовсе усматривались признаки подделки подписей. Все материалы по этим фактам были направлены в правоохранительные органы для тщательного анализа. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21.